Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Юрген программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях психолог Виктория Кирьянова. Виктория, добрый день! Здравствуйте! Если обратиться к многочисленным сложным периодам в жизни человека, то переходный возраст занимает лидирующую позицию. По сложности, неустойчивости, нестабильности. По крайней мере, в этом убеждены некоторые психологи, да и сами люди. Как пережить это время, не совершив непоправимых ошибок, узнаем через пару мгновений. С вопросами звоните к нам в студию, телефон прямого эфира 516767. И напомню, что общаться с нами, задавать вопросы, гостю, делиться своими жизненными случаями вы можете и через нашу народную студию. Там находится моя коллега Евгения Лебедева. Женя, добрый день! Добрый день, Екатерина! Здравствуйте, Виктория! Я приветствую всех телезрителей, кто сейчас смотрит нашу программу. Народная студия начинает свою работу. Пишите, задавайте вопросы. Номер осеки увидите на ваших экранах. Спасибо, Женя! Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе. Все мы проходили через этот период. Кому-то он только предстоит. Ну, вот родителям, соответственно, таких детей можно позвонить и сказать, может быть, у вас есть какие-то рецепты, советы, как можно его преодолеть безболезненно. Наименее безболезненно, скажем так. Виктория, на самом деле, ну, редко кто может похвастаться, что этот период прожил он без вот таких потрясений. Вот почему все-таки вот так вот на каждом из нас сказывается? Ну, это связано с тем, конечно, что идут глобальные перестройки организма физиологические, да, идет гормональный выброс. Девочки, мальчики взрослеют в этот период очень быстро и приобретают какие-то свои черты характера, которые у них до этого не были. И вообще подростковый возраст, он характеризуется тем, что у ребенка окончательно формируется самооценка и окончательно формируются черты характера. И, как правило, они формируются через пробу. И получается, что у ребенка в одно и то же время могут быть две противоположные черты. Вот, например, он ходит спокойный, и через несколько минут он уже взбудоражен, он вспыльчивый. Или, предположим, он стремится общаться с остальными людьми, и через некоторое время он уединяется в своей комнате и не хочет ни с кем общаться. То есть и то, и другое воспринимать нормально? И то, и другое воспринимать нормально. Самое главное знать, что это поиски своего собственного характера. И таким образом происходит личностное развитие. У нас есть уже телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотел свое мнение высказать по поводу переходного возраста. В свое время он, как и все люди, в принципе, проходил. И мне кажется, что все эти проблемы в некоторой степени надумают. То есть все зависит от человека. Кто-то может попасть на реакцию, кто-то нет. Спасибо большое за мнение. Вот, видимо, телезритель счастливо пережил этот возраст. Или родители счастливо пережили, да, спокойно. Но почему у некоторых? Кризис в любом случае присутствует. Но то он называется подростковым кризисом. Самое главное, как ведут себя окружающие люди. Да, если родители понимают, что с ребенком происходят перестройки, если родители понимают, чем вызвано такое поведение, если они его пытаются принять таким, какой он есть, и помочь, тогда, конечно же, в воспоминаниях об этом возрасте, вот, ну, взрослый человек звонит, да, будет все гладко. Если наряду с перестройками внутренними, психологическими поисками у ребенка... Еще и проблемы с содержащими. Да, у ребенка еще и проблемы с родителями, со старшими, братьями, сестрами, с учителями, со всеми остальными, то в воспоминаниях, конечно, будет негатив. Потому что если мы будем спрашивать взрослого человека, как правило, память нам немножко сглаживает, да, вот этих вот истинных переживаний, истинных метаний душевных мы не помним. Мы помним общее такое впечатление, что было что-то или нет. Но все-таки родителям как себя вести? Ну, не зря про подростков, ну, говорят вот часто, колючие, как ежики, да, часто они такие колкие. Вот не получится ли, если мы спокойно будем очень воспринимать, такие дети потом будут очень разбалованы, вот все им позволительно? Ну, баловство уже к юношескому возрасту, оно заканчивается, то есть балуют детей, как правило, более меньшего возраста, да. А родителям, конечно же, в первую очередь, если у вас ребенок-подросток, в первую очередь, в интернете сейчас очень много информации, в первую очередь нужно почитать, что такое подростковый возраст, что он, предположим, идет от 10 до 11 лет до 15-16, потому что многие родители даже этого не знают, да, когда подростковый возраст начинается. Почитать, чем характеризуется поведение ребенка, чем это вызвано. Во вторую очередь, при взаимодействии с ребенком всегда выходить на диалог, пытаться выходить на диалог, показывать пример, при этом говорить о своих переживаниях. Предположим, когда ребенок поздно возвращается, вместо того, чтобы на него кричать от страха, можно ему прямо высказать свои опасения, что я боюсь, что с тобой что-то случится. Сейчас очень много происходит с детьми нехорошего. Я опасаюсь, что с тобой это произойдет. Ну и подростки чаще всего, ааа, со мной все будет нормально. Но при этом, по крайней мере, родители показывают свои чувства истинные, и они вызывают его на диалог, то есть они задают вопросы. Потому что когда родители с порога начинают кричать, диалог тут неуместен. То есть мы не говорим о том, что ты не прав, зачем ты это сделал, а мы говорим о своих собственных переживаниях и все. О своих собственных переживаниях, без обвинений, без оскорблений. И эти переживания будут обратной связью для ребенка, что он, может быть, что-то делает неправильно. Потому что какие бы ни были подростки, как бы они себя не вели по отношению к родителям, они всегда родителей будут любить. Но переживания тоже можно по-разному. Вот некоторые мамы шантажируют тем, что у меня чуть сердечный приступ не случился. Но ведь это тоже переживание. С другой стороны, это шантаж получается. Да, и потом ребенок вырастает таким, который будет заботиться об окружающих больше, чем о самом себе. У такого ребенка будут формироваться комплексы, что я не должен... Неперестающее чувство вины, скажем. Да, я не должен расстраивать маму. Соответственно, если это мальчик, я не должен расстраивать маму и жениться на девочке, которая ей не нравится, даже если я ее люблю, и я с ней счастлив. То есть в дальнейшем от такого поведения может сформироваться неправильное отношение к жизни и к себе. Потому что в любом случае человек о себе тоже должен помнить и о своих желаниях. Дорогие родители, возьмите себя в руки и поступайте так, как было бы хорошо вашему ребенку в последующем, чтобы потом не думать о том, не кусать себе локти, что какой ужас, зачем я так сделала. В народной студии предоставим слово. Я так понимаю, что уже поступили вопросы. Или, может быть, совет все-таки? Женя, слушаем. Вопросы есть, сейчас я зачитаю от Виктории Сыктывкара. Моей дочери 13 лет, ее словно подменили. Читать перестала, сидит постоянно в интернете, помогать по дому приходится с криком. И вообще такое впечатление, что она перестала меня слышать. В семье начинаются ссоры. Подскажите, как мне вести себя? Спасибо большое за вопрос. Вот от вашей тезки вопрос. От моей тезки, да. Ну, скажем так, есть два сообщения, на которые нужно обратить внимание в этом тексте, что идет крик, да, постоянный крик и ругань, ссоры. И второй, ребенок перестает слушать. Ну, это следствие, да, ребенок перестает слушать крик. То есть он отгораживается от... Громкость сам себе снимает. Снимает, он отгораживается от эмоционального накала, он отгораживается от негатива маминого, он уходит в интернет. А интернет в любом случае будет присутствовать, потому что для подростков ведущей деятельностью и ведущим желанием является желание общаться, общаться со сверстниками. И если у ребенка удовлетворяется вот эта потребность в общении со сверстниками, тогда он будет общаться и дома. Ну, в любом случае для него на первом месте общение со своими одноклассниками, друзьями в интернете или в живом, в реальной жизни, да, в живом общении. А этой маме можно посоветовать попытаться выйти на диалог, то есть избегать криков и оскорблений, высказать свое отношение к тому, что происходит, поделиться своими переживаниями, что раньше ты много читала, сейчас не читаешь, чем это связано. Я беспокоюсь за твою учебу, я беспокоюсь за твое будущее. Я бы хотела с тобой пообщаться, ты сидишь в интернете, мне не хватает разговоров с тобой, я скучаю по тебе, я скучаю по тем... И вспоминать, например, то общение, которое у них было до этого. Я вспоминаю и грущу о том, что мы с тобой раньше могли сидеть, смотреть фотографии и смеяться, сейчас мы этого не делаем. И выход на такой диалог покажет дочери, по крайней мере, пример, да, как можно общаться, а во-вторых, для нее будет информация, что мама ее любит, мама по ней скучает, и от этого она переживает, а не от того, что она не моет посуду, да, девочка, или там пол, или что-то еще. То есть как, может даже не заставлять ничего этого делать? Вот очень многие врачи пишут о том, что в пубертатном, да, так как врачи называют этот период, дети испытывают такое чувство апатии, скажем так. То есть им хочется, может быть, даже в комок завертеться и лечь на диван. Вот стоит ли их тормошить в этой ситуации? Это мы говорим про крайнюю форму. Если присутствует апатия, если хочется лечь, не тормошить, да, и на диван, это называется подростковая депрессия. Она сложная в своем переживании, и она опасна тем, что она может окончиться, предположим, тем же самым суицидом. Как бы не страшно было это произносить. Ну, дети максималисты все-таки, вот они и все. Поэтому, если вы видите такие проявления, как апатия, ничего не хочется делать, задумайтесь о депрессии и сводите ребенка к специалисту, да. А если мы говорим об обычном нежелании работать по дому, мыть посуду, выносить мусор, и о тех обязанностях, которые... И женщины, они посудомоечные машины? Да, да, да. Если дети этого не хотят делать, это еще не апатия. То есть это просто, скажем так, стремление к более свободной жизни и больший интерес к своим внутренним переживаниям, к общению, нежели чем к каким-то делам. Поэтому в любом случае нужно поощрять, да, использовать систему поощрения. Не наказаний, а поощрений. Если ребенок что-то делает, его поощрять словами, что ты молодец, ты это сделал, я горжусь тобой, я восхищаюсь. Ну, просить все-таки можно о помощи? Конечно, конечно. То есть не настаивать, не в ультимативной форме, да, а попросить. В любом случае всегда выходить на диалог. Просить, говорить о том, что очень много обязанностей по дому, я не успеваю, я не справляюсь. Ты тоже заинтересован в том, чтобы дома было чисто и приготовлено. Давай с тобой вместе будем заботиться о быте. Да, выходить на диалог. Потому что в любом случае подростки, они желают быть взрослыми, да, и об этом можно им тоже сказать, что взрослость – это не только право, например, задерживаться до скольки угодно, где бы то ни было, а еще и ответственность. И вот если ты хочешь быть взрослым, то и права у тебя появятся, ну и ответственность, будь добрый, нести. А ответственность заключается в том, чтобы выходить в школу, да, учиться, по дому делать то-то, то-то. То есть твоя работа – это учеба сейчас. Работа, учеба и домашняя ответственность. Диалог, и в том числе напоминать о том, что есть права, но есть и ответственность, есть и обязанности. Потому что подростки, желая быть взрослыми, они, как правило, говорят о своих правах. Об ответственности они забывают. Ну, потому что интереснее о правах говорить, конечно. В народной студии предоставим слово. Женя. Пишет нам о папе, его зовут Андрей, он тоже ждет совета от Виктории. Наш сын постоянно врет. Мы вроде родители лояльны. К физическим наказаниям не прибегаем. Если что-то натворил, то стараемся разговаривать с ним. Вот что делать в этой ситуации? Вранье. Можно считать какие-то проявления подросткового переходного кризиса? Есть, скажем так, два момента. Это ложь или это фантазирование? Нужно тут разобраться. И о чем врет ребенок? Потому что если это ложь, ложь – это сознательное сокрытие действительности. В этом случае можно порекомендовать поспрашивать, что происходит у ребенка в жизни. Может быть, он какую-то информацию хочет скрыть, о чем-то не хочет рассказывать. И задавая разные вопросы, можно очертить так называемый круг вот этой вот скрытой информации. То есть о чем он не хочет говорить, о чем он врет. О делах в школе, о том, как у него в школе со сверстниками. А это может быть сигналом какой-то проблемы. То есть, может быть, его в школе обижают, может быть, он стал там изгоем, может быть, его там унижают. И поэтому он врет в рассказах о школе, врет об этом. С ним можно выйти тоже на диалог, говорить о своем беспокойстве. Если это фантазирование, что он приукрашивает действительность, приукрашивает свои какие-то события, то это, конечно же, особенность возраста. В подростковом возрасте все склонны к фантазированию. Потому что, скажем так, скучность своей реальной жизни и то, как по телевизору представлено, как ярко живут некоторые люди, они стремятся внести разнообразие в свою жизнь. То есть в этой ситуации не стоит одергивать их, может быть. Ну что ты за ерунду говоришь? Ну, а дергивать вообще в принципе не надо. Может быть, с ними можно поговорить в том отношении, что если тебе твоя жизнь кажется скучной, давай с тобой вместе подумаем над тем, как сделать ее более интересной, чего тебе в жизни не хватает. Давай с тобой сядем и подумаем, что бы в твоей жизни могло бы быть такого реального, что было бы интересно и о чем было бы интересно рассказать своим одноклассникам нам. Потому что если ребенок фантазирует и чего-то сочиняет, значит, ему чего-то не хватает в реальной жизни. Можно с ним об этом побеседовать. И говорить с ним в том отношении, что если ты будешь фантазировать, 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 то в результате ты можешь встретиться с тем, что люди узнают, что ты фантазируешь. Как они на это могут отреагировать, твои одноклассники, тебя кем могут посчитать. Потому что подростки, они во многом действуют спонтанно, ситуативно, они не думают про будущее. И одна из рекомендаций в принципе про все, это когда родители с ними вместе прогнозируют. Ну вот ты сделал так, а дальше что будет, дальше что будет. И в конечном результате тебе это понравится или нет. К этому ты идешь или ты хочешь чего-то другого. Ну и опять же повторяю, в любом случае важен диалог и доверие. С подростком в любом случае нужно разговаривать. И что бы ни происходило в его жизни, стремиться к открытому диалогу. Потому что бывает такое, что подростки говорят вещи, которые не хочется слышать родителям. Это и раннее начало половой жизни, все остальное. Но надо преодолеть себя и выслушать. Конечно, нужно выслушивать, нужно помогать. Это потому что ваш ребенок. И бывает, что от первой реакции родителей зависит вообще, в дальнейшем подойдут подростки с подобными рассказами, с подобными разговорами или нет. И они бывают устраивают проверки, как мама отреагирует на это или на это. То есть в дальнейшем я могу подойти к маме с таким рассказом, с таким разговором или нет. То есть получается, мы берем себя в руки и стараемся отвечать на все возможные вопросы. Да, а если нас что-то беспокоит, мы так и говорим, что нас беспокоит. Я напугана, я разочарована, я злюсь. И говорить о своих чувствах. Не о том, что ты такой плохой или ты такой негодяй, и меня разочаровал и разозревал. Но ведь нас в детстве этому самих не научили. Раньше была другая система воспитания, немножечко, я бы сказала. Даже немножко сильно по-другому было. И вот нас как раз-таки по той модели, про которую вы говорите, надо отрицать ее, в большей степени нас обвиняли, чем говорили, что чувствуют родители. Соответственно, нам самим сложно это сказать. Да, и какими мы выросли. Поколение людей сейчас, тех же самых 30-летних, бывших подростков, это, как правило, люди, которые больше думают о других, меньше думают о себе. Которые копят чувства свои, не высказывают их. Они не умеют делиться своими переживаниями. А это, как правило, ведет к депрессии, к разочарованиям в жизни, к кризисам взрослости, потому что кризисы, они и после подросткового будут в жизни встречаться. Следующий там глобальный, это в 30 лет. Они завидно регулярно, я сказала, появляются. Следующий глобальный такой, это в 30 лет, да, кризис. Поэтому, если вы вызываете ребенка на открытый диалог, вы показываете, что в любом случае можно рассказывать о своих переживаниях. А рассказав о своих переживаниях, вам может стать легче. Вы снимете внутреннее напряжение, вы избавитесь от душевной боли. Ну, мамам, может, в этой ситуации проще сказать о своих чувствах, потому что женщинам очень многое разрешается в эмоциональном плане. А мужчины же у нас чаще всего скупы на свои выражения, вот эмоции. Вот как им, тоже учиться? Мне кажется, так же, конечно, учиться. Потому что, я думаю, что и любому отцу хотелось бы поговорить со своим сыном или дочкой, да, ставшей, когда они подрастут, ставшей взрослыми. Он хотел бы с ним... С другом. Да, он хотел бы с ним каких-то диалогов, рассказов, обсуждений. Не просто в один прекрасный вечер прийти и сказать, ну, сын, ну, мы же с тобой друзья, надо реально быть друзьями. Конечно, надо к этому идти. Предоставим слово Народной студии. Женя, новые вопросы? Да, Константин интересуется. Вот у него есть сын, и он очень хотел бы оградить своего сына от компаний и улицы, скажем так. Спасибо за вопрос. Как это сделать? Это, наверное, самая, ну, не знаю, страшная часть того самого пубертатного периода, да, что ребенок свяжется с плохой компанией. Но ведь эта компания, ну, не плохая, а в целом компания, вот так и называемая референтная группа, она нужна всем. Особенно подросткам, которые чувствуют себя одиноким, он ушел от родителей, но авторитетов как-то таковых еще не приобрел. Вот как уберечь? Ведь, ладно, если улицы, если он будет, да я не знаю, мне кажется, даже не так страшно, если он попробует покурить, как страшно, если он попробует наркотики. Оттуда вытащить вообще практически невозможно. Вот как? Ну, в этом отношении, во-первых, нужно знать друзей своего ребенка. Для того, чтобы знать друзей своего ребенка, для того, чтобы он с друзьями встречался не на улице, нужно сделать открытым дом. Приглашать друзей в гости на дне рождения, знакомиться с ними, разговаривать. Потому что ребенок уходит на улицу тогда, когда ему дома, да, не разрешают встречаться с друзьями. Бывает такое, и будет такое, что компании захотят встречаться на улице. И мальчики, особенно мальчики, они пройдут через драки, через курение, через вот эти вот выпивки у подъездов пива. Ну, как правило, встречается у 90% подростков такое поведение. Главное, чтобы это не закрепилось. Главное, чтобы это не закрепилось. Таким образом, они приобщаются к взрослой жизни, они удовлетворяются у чувства взрослости, которое у них в подростковом возрасте очень сильно хочется почувствовать себя взрослым, очень сильно представлено. Но ведь взрослых никто не ругает за то, что они курят, никто им не делает замечания, да, что они курят, что они, предположим, пьют пиво, ну пусть не на улице там дома, например, да. Ну, в этом и противоречит, честно, но и подросткового возраста, что они хотят быть взрослыми, а на самом деле еще дети и по правам, и по санкциям, и потому что комендантский час им вообще на улице, да, грубо говоря, до определенного времени можно только быть. Если возвращаться к вопросу, то я бы порекомендовала поговорить о друзьях, кто у тебя друзья, пригласить их в гости, да, и, может быть, устроить какое-нибудь компьютерное состязание. Мальчики любят компьютерные игры, то есть купить какую-то игру, и пусть они поиграют, а вы посмотрите на этих детей, увидите, какие они, стоит ли опасаться или не стоит опасаться. И, конечно же, показывать свой собственный пример, потому что если папа досуг проводит с бутылкой пива перед телевизором, да, о чем мы можем говорить? Нужно приобщать ребенка к каким-то активным досуговым мероприятиям, то есть к выходным, проводить выходные там на лыжах, предположим, ходить в бассейн, показывать другую систему отдыха, расслабления и общения с друзьями. И даже если все праздники проходят за столом, да, то ребенок видит, что, собственно говоря, алкоголь, это как момент общения, снятие напряжения, показывайте другую систему отдыха, другую систему общения со своими друзьями, зовите своих друзей в гости, говорите с ними о политике, об общественной жизни, чтобы он увидел, что можно говорить о чем-то еще, да, что происходит в мире, чтобы он интересовался и брал пример с отца, что отец с друзьями общается о разном и по-разному отдыхает. Но ведь родители чаще всего вспоминают о том, что нужно общаться, показывать пример тогда, когда становится сложно, именно вот в ярких проявлениях вот этого кризиса. Подростки, там, предположим, 15-14-летние, они уже все, они уже не считают родителей близкими друзьями и хотят спрятаться, и для них пример-то, вот можно ли нагнать то, что упущено, скажем так? Можно, в любом случае родители – это близкие люди, да, и в норме отношения с родителями налаживаются именно в молодости, да, ближе к зрелому возрасту, когда родители становятся друзьями, когда в переживаниях о своих собственных детях, да, мы с родителями, например, обсуждаем какие-то моменты. Для того, чтобы это было, в подростковом возрасте необходимо возвращать контакт. А, конечно, лучше начинать с самого раннего возраста, да, играть вместе с ребенком, отдыхать вместе с ребенком. Ну, если понятно, мы поговорим, как поступают те, у кого маленькие дети, а вот все-таки именно, вот, когда уже подростковый период. Налаживать контакт, пытаться разговаривать. Доверять, конечно, доверять ребенку свои чувства, свои переживания, вызывать его на диалог. Самое главное – доверие и диалог. Самое главное – это близость, да, с ребенком. А близость заключается в том, что родитель доверяет свои какие-то дела, доверяет свои какие-то рассказы о своих событиях, о своих проблемах, о своих волнениях, и получает ответную реакцию от ребенка. А если он только требует рассказов, расскажи мне, что у тебя в школе, расскажи мне, что у тебя во дворе, расскажи мне то-то, 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 при этом сам остается закрытым и про себя ничего не рассказывает, он, скорее всего, ничего и не получит. Скажем так, начать с себя, то есть рассказывать о том, как прошел день, например, да, поделиться какими-то радостными событиями, и потом, может, через месяц ребенок, даже через месяц, захочет сам, что это рассказывает. И не ждать реакции сразу, да, как правило, ребенок будет, особенно если это новое поведение для вас, родителя, Он будет выжидать и смотреть, что это с мамой, с папой приключилось, к чему это они Потому что подросток уже будет оперировать такими категориями, что-то надо, что-то происходит Увидев, что месяц-два месяца родитель себя так ведет стабильно и ничего не требует в ответ Ребенок пойдет на контакт, повернется лицом к родителям Опять запастись терпением То есть это самое главное слово на этот период, получается, для родителей Терпение и открытость Потому что если вы будете просто терпеть и не проговаривать свои чувства, вы рано или поздно взорветесь Поэтому и терпеть, и в том числе доверять свои чувства, проговаривать свои чувства подростку Вновь предоставим слово нашей народной студии Женя Пишет нам Михаил У меня есть дочь, и она постоянно приходит домой очень поздно, ничего не объясняя И возникает конфликт, что мне делать, посоветуйте Вот я не знаю, нужно ли по поводу возраста было уточнить Ну конечно Если поздно, наверное, уже постарше Да, подростковый возраст лет 15-16, да, ну может быть в этом возрасте Ну, опять же, пытаться наладить контакт Папа говорит, что он пытается разговаривать Как он пытается разговаривать? Как правило, обычно просто спрашивает Что делала? Проговорите свои собственные чувства Потом узнайте у учителей Да, поговорите с учителями Потому что, как правило, в этом возрасте формируются отношения И впервые возникают отношения с противоположным полом Родители, как правило, не знают ничего А учителя видят, что Маша с Сашей встречаются И, предположим, идут после школы вместе Или они видят, что Маше нравится Илья А Илья, например, встречается Учителя, как правило, они вот в этой жизни внутриклассные Они больше разбираются Поэтому, если вы беспокоитесь о том, где ваш ребенок пропадает Спросите у учителя, какие отношения у девочки со своими одноклассниками Может быть, она с кем-то встречается Может быть, у нее завязались отношения с мальчиком С каким-то мальчиком И она с ним задерживается Но в любом случае, конечно же, начинайте с ребенка Рассказывать о своих переживаниях Что вы думаете, что с ней что-то произошло Я стояла у окна и ждала Да, что мне страшно за то-то, то-то, то-то За твое будущее Чего тебе не хватает Странно, что папа задает вопрос Где мама в этот момент? То есть папа с дочкой живет? Или... Просто папа более активный телезритель Или папа более активный? Ну, почему мама тогда не беспокоится? То есть почему папа спрашивает Где мама в этот момент? Потому что, как правило, по полу С лицами одного пола Ближе контакт И мальчик-подросток Проще расскажет папе Какие-то вещи, нежели чем маме И девочка больше будет доверять маме Потому что еще переживания могут быть связаны С изменениями в теле, которые происходят А в этом может помочь родитель одного с тобой пола Скажем так, можно сказать такой совет Чтобы мама поговорила с девочкой Если она есть И если она занимает активную позицию Ну, все-таки Об идеальной ситуации хочется поговорить Если мы готовимся Практически к рождению К пубертатному этому периоду Вот, во-первых, можно ли высмотреть у ребенка Насколько вот критично он будет переживать этот кризис Так заранее прогнозировать не получится То есть может тихоня Аукнуться, да И при этом шебутной какой-то очень хорошо приведет Может быть Есть такое понятие, как тип нервной системы Ну вот, конечно, тип нервной системы будет способствовать Есть сильный тип нервной системы Люди более эмоциональные, экспрессивные Ярко переживают То есть ждите бурных страстей Собственно говоря, да Но они могут уйти и в ту же самую апатию В депрессию Есть слабый тип нервной системы Это где меланхолики, флегматики будут переживать Все внутри, да Больше отгораживаться от родителей Сидеть в своей комнате и там плакать Или, например, с кем-то общаться о чем-то Ну такие вот моменты А как именно пройдет этот кризис И пройдет ли он сложно или пройдет гладко Нельзя спрогнозировать Единственное, что вы можете себе обезопасить будущее тем Что научите ребенка высказывать вам свои переживания А это своим собственным примером То есть начинаем с того, что мы с ребенком играем вместе Проговариваем, да Потом учимся вместе, делаем уроки Рассказываем о своей жизни Спрашиваем его о его жизни Сколько лет это начинать? Или это всю жизнь должна продолжаться? Да, конечно, всю жизнь Вы же можете на доступном ребенку На доступном для его понимания языке Объяснить, что вы, предположим, устали Потому что у вас было сегодня много встреч Или, предположим, что у вас хорошее настроение Потому что у вас получилась какая-то, если это бизнесмен Какая-то сделка, да То есть на доступном для ребенка уровне Объяснять свое состояние Что я сейчас устал Или я сейчас, например, рад И делиться с ним своими событиями важными Что у вас что-то получилось Или вы выходите в отпуск Или что-то еще И ребенок в ответ будет вам рассказывать О своих каких-то, может быть, по первому времени Таких бесхитростных каких-то событиях Но, по крайней мере, доверять вам эти рассказы Потому что часто сейчас даже встречаются Приходят в кабинет семейного консультирования Говорят, что ребенок не рассказывает Там лет 6-7 А 6-7 лет родители не показывали пример Что можно рассказывать что-то о своей жизни Все переживали внутри Все внутри переигрывало Ну а как двухлетнему, например, ребенку рассказать О том, как прошел день? Мама работала Мама работала Пришла домой Не ждать того, что он поймет Просто как таковое Выдать такую эмоцию Если он не поймет, он же может спросить Ну, скажем так, в два года Это очень простые понятия К 3-4 годам постепенно усложняя Вводя новые понятия Объясняя, что такое работа Почему люди работают Зарабатывают деньги То есть в любом случае Будете еще и вводить в понимание окружающего мира Путем своей жизни Вы будете объяснять, как устроена эта жизнь Зачем люди работают С кем они встречаются Что они делают Это еще и развитие умственное в том числе Но все-таки подростковый кризис Это сложности не только для родителей Но в большей степени для самого ребенка Вот сам ребенок способен задумываться о том Что с ним что-то не так Почитать в интернете, предположим Какие-то рекомендации Они регулярно об этом задумываются То есть это основной лейтмотив Что я не такой, как все Меня никто не понимает Мне нужно переделаться И так далее И все остальное То есть в принципе подростковый возраст Напоминаю Формируется сама оценка Окончательно формируется сама оценка Ну просто какие-то советы можно дать? Сравнивая себя с остальными Самому ребенку То же самое Можете почитать про подростковый возраст На доступном уровне Можете в интернете, в чате Пообщаться с другими подростками И понять, что вы не один такой Вы не один с такими переживаниями С такими перестройками С конфликтами с родителями Ну и напомнить себе Что если хочется быть взрослым Нужно в таком случае Научиться выстраивать отношения Со взрослыми людьми То есть хочется быть взрослым Учиться со взрослыми договариваться В том числе с родителями Ну и конечно же Если или родители Или подростки Испытывают трудность Вплоть до конфликтов Уходов из дома Поздних возвращений Наркотиков и всего остального Можно обратиться в наш центр В отделении экстренной психологической помощи В кабинет семейного консультирования Записаться на консультацию По телефону 24 То есть если родители понимают О том, что они сами Они сами не справляются Или ребенок, например, понимает Что ему необходима помощь Психолога Он хочет о чем-то рассказать О чем не может рассказать родители По телефону 24 99 71 Записаться на консультацию Встретиться и проговорить То есть можно и родителям И подростков? Подростков вы принимаете? Подростков принимаем в присутствии родителей То есть, а если ребенок сам стесняется? А если ребенок сам стесняется, то родитель выходит, ждет его в приемной комнате Главное, чтобы родители были согласны на этот прием Главное, чтобы родители были согласны И главное, чтобы родителям все равно будет интересно Поэтому в любом случае, ребенок потом ему расскажет то, о чем он готов рассказать, что было Или психолог с согласия ребенка, в любом случае, может о чем-то рассказать, что происходит Потому что родители в любом случае должны присутствовать хотя бы пространственно и знать о том, что там происходит. То есть ребенка одного мы не примем. Я читала такую замечательную рекомендацию, как преодолеть этот кризис благополучно, загружать ребенка. Чтобы у него было куча секций спортивных, по увлечениям каким-то. И тогда ему просто будет не до этих кризисов. Актуальны рекомендации или не стоит загружать ребенка? Я думаю, что ему нужно, во-первых, отходить от самого ребенка. Потому что если ребенок активный, у ребенка сильная темпная система, он активный, инициативный, из него активность так и прет. Тогда надо. Тогда ему самому будет хотеться, он будет просить, он будет загружен, он будет рад. Если ребенок устает, если ребенок, скажем так, этого не хочет, тогда, конечно же, нет. В любом случае должно быть свободное время для него, для такого ребенка. Поэтому странная позиция, когда сами родители подростка записывают на какие-то секции. Ребенок должен совместно решать. Конечно, совместно решайте. Ребенок сам захотел, сам поискал, сам что-то нашел, сообщил родителю. Родитель вместе с ребенком пошел, записался. К сожалению, время эфира подошло к концу. Вот тема такая, наверное, очень обширная. Много-очень много разговаривать. Сегодня мы говорили о подростковом периоде. Я надеюсь, что и родители, и сами подростки услышали, по крайней мере, основные рекомендации, как можно поступать, как себя вести в этот период, чтобы благополучно его преодолеть. Наши вопросы отвечала психолог Виктория Кирьянова. Спасибо вам большое. Всего доброго. Увидимся завтра в полдень. Нефролог Екатерина Лазарева расскажет о самых распространенных болезнях почек. Кто находится в группе риска по таким заболеваниям и что можно сделать, чтобы избежать осложнений. Электронный адрес нашей программы случай.собака.ртк.ру, телефонной редакции 725-400. Уважаемые телезрители, не забывайте, близится Новый год. У вас есть уникальная возможность поздравить с наступающим праздником своих родных, близких, коллег. А также всю республику в эфире телеканала Юрген. Подробную информацию вы можете получить по телефону в Сыктывкаре. 51 39 00.